Продолжение следует... Значит, напомню, о чём ушла речь. О каких экспериментах было... Ну, там было определённого файла, можно посмотреть. О каких экспериментах ушла речь. Ну, ушла речь, какому-нибудь, например, в таком шоколе. Вольфрам... Давай специально Константин Александрович рассказывает. Вольфрамовый стакан, в нём здесь... Очень обычный стакан, а в нём вольфрамовая листья. Здесь две большие глигинские банки, быстро замыкаем контакт, у нас происходит взрыв вольфрамового этого стержня ниточки. Смотрим эксперименты, видим, что здесь, помимо, собственно, вольфрама, ещё почему-то гелий появляется. Это... Спектр? Да, ну, просто взяли и выделили. Они на каждый взрыв примерно один кубик гелия, практически сантиметр находили. Это первый эксперимент. Ну, вот такой. Прошу прощения, куда мне, в какую сторону? В ту сторону, правильно. Правильную сторону передвинулся. Я в эту, знаете, узлы? Не-не, в другую. Как ты узлы? Вот. Значит, о чём... Ну, чтобы просто все не повторять, наиболее много в этом направлении продвинулась киевская лаборатория протон-21, которая, наверное, с конца 90-х годов, то есть сначала мы ставим следующие эксперименты. Вот есть какая-то регла, здесь, как бы, катод. Скажу, мерный шайник. Опять происходит резкое замыкание, отсюда сливаются электроны, они сюда попадают. Здесь у нас происходит майонгизы. Когда начинаем поверхность этого шарика изучать, в том числе и собираем все материалы, которые оттуда выходят, выясняется, что здесь весь спектр таблицы Медилева в различных количествах. А это пока при взрывах, да? Ну, при взрывах. Я так думаю, они говорят, что мы выпускаем поток эгретных электронов, я долго думал, как это можно сделать. А сделать это можно одним способом, на мой взгляд. Точно так же. Вот здесь контакт, ты здесь замыкаешь и цепь, у тебя все электроны полетели. То есть вообще-то говоря, они вроде конкурентные. Если вы очень быстро замкнули цепь, то электроны будут когенятные. Они так все вылетели. А как быстро замкнуть? Не знаю, как быстро. Как они делают. Для самого интереса, как они... Они пишут, что здесь электроны когенятные. Просто взяли, быстро замкнули. У тебя тут же прибилось поле, наверное, и оно полетело. Электроны полетели. И они вместе прилетели в одной фазе сюда. И в результате вот на этом медленном шарике возникают какие-то какого-то... Считается, что да. Это, наверное, взрыв какой-то делает, какое-то вещество взрывчатое. Ну, взрыв, да, взрыв. Я думаю, это по взрывам можно такое... Ну, не знаю. Я не знаю. Я говорю, что вот то, что они объясняют. Мне гораздо важно узнать, что под воздействием электронов происходит в этом шарике. А в шарике происходит, что на его поверхности возникают области различного состава химических элементов. Там калий, магний. Не только аминь, например, или свинец, он распадается. Но еще возникают и более тяжелые элементы. И самое смешное, что если взять метод масс-спектроскопии и проверить, что у них там вылетает, то там выясняются, что вылетают какие-то вещества, то есть какие-то химические элементы, размер которых масса находится определенной на таблице Менделеева. Есть же такая дипотеза... Новые вещества? Да, которые до сих пор не синтезированы. Есть такая дипотеза, что выше какого-то номера таблицы Менделеева следующие элементы... Понятие, да, сути эксперимента? У него, разумеется, есть какая-то спектральная характеристика. Оттуда излучается гамма-излучение. И это гамма-излучение, что я уже тоже об этом говорил, по своему спектру очень похоже на излучение известных гамма-вспышек, которых с нулевых годов этого века люди очень активно наблюдают в природе. Деньфиксируется несколько гамма-вспышек. Ну, то есть в мире где-то что-то там взрывается. Возвлечение идет миллисекунду на секунду. Считается, что выбрасывается энергия равная примерно массе покоя Солнца. Представляете, да? Энергия равна массовая скорость света в квадрате. И вот где масса, это масса Солнца. И это как бы вот так действует. И потом она продолжает светиться, у тебя спектральный спектр его меняется. То есть возникает после свечения. То есть вот такой прикол. Нам надо постараться понять, что происходит в этот момент, здесь, в свинцовом или медном шарике. То есть на конце иголочки. Что здесь происходит? Таким образом, что у нас здесь происходит при очень маленьких энергиях трансмутации химических элементов. Ну, в первую очередь, металл. Значит, где такое наблюдалось? Значит, в Палладе 31, ой, в Палладе... Протон-21 в группе. Они, значит, работали со свинцовыми медными мишелями. Переворачивали это в альфрам. Потом группа работала с... Взрывала в пластиковом стакане титановую проволоку. И соль наблюдала очень похожие эффекты, когда он путем пучка электронов нагревал в печи цирконий. Протон-электрическим туком. Там тоже возникали такие же эффекты. Начиналась реакция с выходом энергии, с самоподдерживающейся. После того, как включилась внешнеуправляющее напряжение, в этом цирконии появлялись некоторые такие... Как бы канальчики небольшие. В эти канальчики, если взять их спектральный анализ, было опять посмотреть, что они состоят. Там видно было, что они стандартно далеко не только из циркония, а еще много всяких других элементов появилось. И это как бы по современным понятиям это быть не может. Но десятки групп экспериментов в основном нашей России нам ставили кучу таких экспериментов. Только группа протон-21 наделали их там порядка десятки тысяч. Но нам важно, что где-то что-то под воздействием электронов, которые считают... Вот в такой системе под воздействием электронов, которые считают группа протон-21. Причем только генерал, но и в мишени, например, в миде или в свинце, значит, происходит взрыв. А в мире-то больше никто этим не занимается? Я не знаю, как там на Западе это обстоит. Я уже говорил, что наша русская развлекуха, это низкоэнергетические ядерные реакции вот такого типа. Это русская развлекуха. А мировая развлекуха эта... Специально дешево стоит? Ну, не знаю, наша это любит почему-то. А ж бишь как-то золото много используют? Да, удивительно. Некоторые золото используют. Да, Томска группа там запросто. Запросто золото используют, скачет мишени там. Что-то еще. Только они самое главное еще с плутонием некоторые эксперименты ставят. Тебе не золото. Нет, это вот такая русская развлекуха чисто. Мне развлекается своя модная такая развлекуха, называется холодный термояд. Вот в мире любят холодный термояд. С холодным термоядом там тоже очень интересно. Такая ситуация, можно по истории рассказать. Оказывается, что его впервые в некой такой печи этот холодный термояд был получен. А у нас в России, как ни странно. Потом один из сотрудников Бэолаб, лаборатории Бэолаб, да, известно. Оказывается, он получил доступ к этим нашим данным. Того человека. Человек, я не помню фамилию, который это сделал. Дальше его себе ничего не известно. И поскольку там был ярко выраженный эффект, он решил, что он эти вещи может воспроизвести. Собрал пресс-конференцию, воспроизвел ему типа считалось, что холодный термояд. Потом начали мидереть. Нет там никакого термояда. И весь народ в этом деле разочаровался. Ну, по всей видимости, что-то не смогло в эксперименте нашего российского физика доделать. Просто увидел, что это работает, и оказалось, что он это сможет. И чтобы терпеть за собой приоритет, он тут же собрал пресс-конференцию, это выложил у американцев. И людям начал рассказывать про этот холодный термояд. Ну, это не о холодном термояде сегодня речь. Сегодня речь пойдет о совсем другом эффектах другого порядка. Теперь посмотрим, что такое... Значит, все, что я говорю, вот сейчас, что я буду рассказывать, по всей видимости, не является новым результатом, потому что все основано на тех словах, которых я подслушивал у одного, ну, подсмотрел, в какой-то работе, которую излагали эксперименты в лаборатории протон-21, и они там упомянули слова «нуклонная плазма». И вот я, исходя из этих представлений «нуклонной плазмы», как она здесь возможна, вот и буду сброить собственное построение. Значит, посмотрим, на что такое ядро. Что такое ядро? Ядро, как бы, это совокупность нуклонов двух типов, нейтронов и протонов. Нейтроны нейтральны, протоны заряжены, обладают положительным зарядом, равным по модулю заряду электрона. Они фермиронны. Что это означает? Это означает, что два протона не могут находиться в одном состоянии. Не могут совершенно. То есть у них у каждого там протона и нейтрона, у протонов и нейтрона, сколько там их содержано, у них, грубо говоря, если вот ядро представить себе как некий стакан, то они будут снизу по верху заполнять уровни. Здесь, 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 здесь. То есть это такой стакан здесь, протон сидит здесь, здесь два сидит здесь, они отвечают с различными квантовыми числами. Потому что я говорю, что протон, ну то есть у одного спина вверх, у одного спина не допустить. Почему? Потому что они не могут этим, с различными квантовыми числами, находиться на одном уровне. Любое ядро можно разбудить. То есть забрать какое-то вот это ядро, например, протон, загнать каким-то образом на поле электрона. забрать его, он там немножко посидит, посидит, и потом упадет сюда обратно, и выпустит, ну скажем, францвета. Вот такая модель ядра, да? Как бы еще. Ну, когда оно у тебя выглядит, какова его традиционная вещь. Потом, качество протонов и нейтронов, оно, грубо говоря, стабильно. Почему? Потому что нейтрон, находясь в ядре, спокойно распадается. Тут же. Он маложивущий. Здесь он стабильная частица, а нейтрон вне ядра, то есть он распадается на протон, электрон, плюс антинейтрино. Вот. То есть вот это, это так называемый бета-распад. Понятно? То есть вот такое происходит. это значит. Поэтому, как бы, нейтрон обязан жить обязательно в ядре здесь. В ядре жить. Вот это так устроен стакан. А осторожно он выглядит, как вот такая мишень, в которую ты можешь попасть. Как настоящий момент возможно так называемые трансмутации? Отдать по этому нейтрон чем-нибудь очень сильным. Можно попытаться дать протону. Но с протоном там сложности в чем состоят? В том, что у них кулоновское отталкивание возникает между этими. И ему нужны очень высокие температуры и очень высокие давления. Для того, чтобы протон мог долететь до ядра, в него попасть и развалить его на куски. Гораздо проще его ленить при помощи нейтрона. Потому что нейтрон нейтральная частица, мы выпускаем нейтрон, он прилетает сюда к нам, ядро его поглощает. Ну и, естественная ядерная реакция это уран 235. Уран здесь вот он такой. 235. Значит, как там происходит? Пролетает у нас нейтрон какой-то, он попадает в это очень тяжелое ядро из 235-ти наклонов, состоящих протонов и нейтронов. Поглощается им, и после этого ядро разваливается. Притом примерно на 300-ми различными способами. Но этот развал происходит с положительным выделением энергии, на этом устроена наша традиционная бомба, на этом устроен урановый реактор и так далее. Вот они так устроены. То есть, да? Вот. Все энергии, которые при этом используются, и нейтроны, нужны нейтроны, энергии протонов и электронов нужны очень высокие энергии и так далее. Что же здесь происходит? Это порядок энергии в 10 в пятой степени, поэтому это очень странно, потому что у тебя в любом случае ядро как бы окружено электронами, если ты дашь по нему электронам, то у тебя силы кулоновского отталкивания туда электрон не будет допущен. Он отойдет обратно, и ничего у вас здесь не произойдет. Ничего. Да ядра, она никак не обозаберется. Поэтому все, что трансмутация геометических элементов вот такие, при взрывах, то есть при потоке электронов, они были невозможны. Резерфорд сразу же после экспериментов Вента стоял такой же, то есть он брал вольфрамбулу мячейки, облучал ее разогнанными электронами, у него ничего не получалось. Ну еще бы, у него ничего не получалось. Теперь попытаемся обсудить вопрос, что и как происходит с точки зрения нашей ситуации. Помимо эффекта обменного взаимодействия, существенным еще квантуемеханики является такой странный эффект, как туннелирование. А туннелирование оно состоит в следующем. Если я возьму мяч кулоку, то с моей точки зрения я никогда не пробью эту стену. Он никогда не окажется на кухне. С моей точки зрения квантовой механики, если я буду подкидывать здесь мячик, он окажется в этой комнате, то он с ней на любой вероятности окажется за стеной. То есть если у тебя бесконечно высокий и толстый барьер, любой, толстый такой барьер, вот он сидит, такой толстый барьер, и вот здесь у тебя колеблется, скажем, твой мячик, то есть у нас здесь с низкой энергией. С точки зрения классики, ему нужно сообщить дополнительную энергию, чтобы он вот так туда запрыгнул. Классики. С точки зрения квантовой механики у себя от вас будет некая вероятность отличная от нуля, которая позволяет ему казаться за этим. Ну и на бесконечности тоже будет вероятность оказаться. Да. Ну, не всегда. Вообще говоря, да. Теперь посмотрим на систему. Систему металла на любого. Металл, по большому счету, это вот мои любимые стаканы, заполненные наклонами. Здесь стакан соседший. Потом взял стакан. Они вот в таком порядке стоят, да. Вот они, стаканы, заполненные все наклонами там такие. Там что-то у них происходит. Нуклоны сидят на своих энергетических уровнях. Иногда они, некоторые возбуждаются по каким-то причинам. Поднимаются наверх, потом опускаются обратно. Ну, это вот так далее. Происходит странная вещь. Если бы у какого-нибудь протона была бы волновая функция отличная от нуля за пределами этого стакана, то бы она пересеклась с волновой функцией с соседнего ядра. Да? Что это означает? Означает, что это быть не может. Почему? Потому что обменные взаимодействия запрещают. Они же здесь... Здесь всегда, если у тебя... Они же ядра-то одинаковые. Всегда, если у одного из них будет находиться электрон с одним набором квантовых чисел, то здесь он будет находиться с таким же набором, да? Если он через этот барьер пройдет, то в этой области, в области пересечения волновых функций, окажется, что вот эти самые протоны находятся с одной волновой, с одним квантовым числом. Чего быть не может. Чего быть не может. В общем, с одним. Да. То есть ты можешь сказать а просто на... На одном уровне. Протон в разных ядрах на одном и том же энергетическом уровне. Да, да, да. С одним набором квантовых протоны разных ядер, если бы они вот через этот стакан, через этот потенциальный пример туннелировали, они бы туда, да? Туннелировали бы себя туда. Ну почему, да? В одном стакане у него один этот самый, а в другом другой. Вот они и могут выйти за пределы стаканов. Почему нет? Разные. В два. Все. Ну, наверное, на одном энергетическом уровне могут находиться два. С разным этим самым. С спином, да. С разной спином. Ну вот, грубо говоря, из одного стакана спин наверх, а из другого стакана спин вниз. Разные, разные. Почему они не могут? Ну, у тебя с такой же вероятностью спином сверху может выйти сюда, как и спин вниз. Или там тоже самая такая же вероятность. Оба они могут выйти оттуда. Ну, так как... Почему ты говоришь, что они не могут? Они могут? Оттуда спин держит. Я утверждаю, если у тебя здесь найдется некий протон с нагловым квантовым чисел, в том числе и спином, с неким набором, то здесь рядом он найдется ровно с таким же нагловым квантовым чисел. Да там есть и другой, который с другим набором. Почему он не протонулирует? И он тоже протонулирует. И вот, вот я не могу это два протонулирует. Два одинаковых не могут. Да, у тебя вот один, который сверху у меня красным числом, а второй дополнительно вот здесь с черным. Они тоже пересекутся между собой. Нет, почему они не пересекутся два разных? Почему ты говоришь, что пересекутся два одинаковых? Ну, потому что оба из них сюда могут протонулировать. Всегда, одному всегда найдется пара в другом. Ну, там где уже вероятность идет, что? Нет, я понимаю что вероятность. Так а если вероятность одинаковая, Почему у тебя черный, глубо говоря? А с одного стакана с одного красный! Ну и черный, и красный, ну только que вот туда и — Давайте я собираюсь. — Если из каждого стакана есть вероятность и черному и красному пройти — — Да хорошо, так, почему они не могут пересечься? Не от этого черный с черной перерекаются — А, да? Куда я im деваться? Если есть вероятность туннелирования черного с обоих сторонках черный с черным перерекутся — А такая же вероятность и не уmamzen BoRomosa — Да, ну тогда эффект Чем красный с черным не пересечется? Там пересечется. Ну и черный с черным пересечется. Вот в чем дело. Тогда я не понимаю, с чем проблема? Пресекутся и там, и там могут пересечься. Проблема состоит в том, что у тебя в одной и той же области пространство оказываются два фермиона с одинаковым набором квантным чисел. Чего быть не может. В общем, оказывается один фермион с одни скидкой, а другой с другим. И что происходит, когда они турнируют и пересекаются? А теперь же уже сказали, будет ли situación когда окажутся со спиной вверх и оба со спиной вверх окажутся? Почему обязательно оба вверх то? Четыре состояния, просьба реальность этого состояния. Что будет и когда они будут разные. А вот и четыре состояния. Состояние у тебя 4, у тебя вот такое будет, вот 4. А вот и он такой будет. А потомesque будет 4 с красным. Ничего не будет, неинтересно. Это существенная вещь, потому что раз у тебя есть фирменное обменное расталкивание, то для такого черного-красного должно быть и фирменное притяжение. Это означает, что у тебя здесь либо должно возникнуть мощнейшее расталкивание между ними, они должны пытаться разойтись на бесконечность. Как может быть расталкивание, если они в принципе не могут там выйти? Они просто не выйдут, не могут там выйти. Почему? Потому что. Куда они делаются? Из-за этой ситуации быть в принципе не может. Как он может туннелировать туда, если там уже место занято? Ну вот надо понять, как он может туда туннелировать. По сути он должен туннелировать. Ну давай в гипотезе Игоря останемся, там потом это обсудим в частности. Давай дальше рассказать. Ну, понимаете, понимаете, да? И действительно, поскольку эта ситуация невозможна на самом деле, то получается, что у нас гамильтонианы в нормальной ситуации устроены таким образом, что они запрещают волновым функциям выходить как бы вне области вот этого ядра и между собой пересекаться. Вот это такое требование специально. То есть наружирование невозможно, да? Да. Оно вот так устроено в нормальной ситуации. Я ядерную физику покидаю настоящими и приступаю пытаться поговорить, что подобного рода эффекты, которых я говорю на ядерном уровне, существуют на обвировании. Не помню какой-то длинный эффект, я когда-то на интернете о нем читал. Оно состоит в следующем. Что у тебя есть некоторая структура ядер, они там занимают какую-то решетку. Решетка эта симметричная. Ну она либо хитрогональная, либо еще какая-то. Любая решетка, она симметричная. Ну пусть она будет вот такой. Вот такой. Но странным образом оказывается, что электроны, находящиеся, принадлежащие каждому из ядер, да, вот каждому округу из ядер стоят, оказываются, по некоторых значениях температуры, оказывается, что они будут пересекаться ровно с такими же электронами, с теми же квантовыми числами у соседних ядер. Но образуется общее облако. Да, общее облако. Но это будет невозможно. Тогда получается, что они с общими квантовыми числами между собой пересекаются. И возникает обменное расталкивание. К чему это приводит? Это приводит к такому странному эффекту, что у тебя, несмотря на то, что полностью симметричная ситуация атомов, она оказывается энергетически неустойчивой. у тебя происходит фазовый переход. И атомы, как бы, начинают располагаться в другом положении, не столь симметричном. Представляете себе, да, эту ситуацию? То есть вот этот фазовый эффект, такой эффект, где-то с 90-х годов он описан. В чем вы оцените силу? У вас там стоят атомы. Значит, у вас протон в 3000 раз больше, чем электрон по массе, да? В 9. В 2000. Вот. Его там, грубо говоря, в кислороде в 16 их 16. То есть у нас там есть один электрон, на уровне его ядро в 32 тысячи. Таких там, грубо говоря, в каждом... Каждый атом он еще и потяжелее будет, чем кислород. То есть это, грубо говоря, на уровне человека, рядом с ним в здоровенный дом типа нашего. Это означает, что я... Стоят дома, например, стоят в квадрате, да? Я вдруг в углу увидел Булат и говорю, о, Булат, мы с тобой так похожи. И тут дома начинают перестраиваться. То есть занимают всем другую структуру. Например, по-другой у них располагаются. То есть вы представьте себе силу обменного взаимодействия. Что реально вот дом такой, как этот, с 17 этажей, 10 подъездов, тысячи квартир, он перестроится от того, что я там увижу Булата где-то там на конце этого. Но очень важно понимать, что обменное взаимодействие для электронов приводит вот к такому эффекту находящегося в всевазовом переходе. Кроме того, опять такой, очень важный эффект, который открыт буквально с нулевых годов нашего тысячелетия, он состоит в так называемые дышащие кристаллы. Они о чем стоят? Что кристаллы в форме меди тоже при повышении температуры, получается, что не только у них скачков меняется магнитный момент, но они еще и деформируются. Они становятся больше и меньше. Вот рекорд 12%. Представляете? Новый кристалл сжимается и разжимается от того, что меняешь температуру. Скачком потом. Бабах! Бабах! Там, значит, ситуация стоит в том, что медь, и к нему принадлежат вот там другая цепочка как-то там. И вот это расстояние между ними вот здесь, оно сжимается и разжимается. И одновременно скачком меняется магнитный момент. То есть, как они пишут, интегралы обменного взаимодействия между собой меняются. Заслуга наших русских ученых, это в Новосибирске делается в институте томографии Академии, ну, состоит, что они подобрали такой кристалл медно содержащий, который при этих деформациях не разрушается. Можно сколько угодно туда переходить и переходить. Речь идет не о том, а очень важно, что я склонен его интерпретировать, эту самую ситуацию точно так же, что у тебя как-то существует ситуация, при которой у тебя электроны между собой, их облака вероятности не пересекаются, а потом, значит, при повышении температуры они, получается, пересекаются, и конструкция вынуждена перестроиться радикальным образом. То есть, возникает тот же самый эффект за счет обменного взаимодействия. У тебя происходит перестройка структуры вещества, фундаментальная. Для чего мне все это нужно, вот такое отступление? Показать, что подобные роды эффекты, которые я буду приписывать на следующий момент для ядерных взаимодействий, на самом деле для электронов широко известны. И они бывают, и они описаны, и они наблюдаются. Вернемся к нашей ядерной физике знаменитой в этой ситуации. Ядерная физика получается, что таким образом, вот опять мы возникаем наши стаканы ядерные, что они устроены таким образом, что у нас нуклоны как бы, их волновые функции двух соседних не пересекаются. Тогда получается, что уровни... Возьми, да, по-черней, что ли. Да, что уровни нуклонов в соседних одинаковых ядрах оказываются многократным образом выражены. Притом миллиарды раз. Что может в этой ситуации произойти? А теперь мы возьмем и вот это самосогласованное поле, в котором они живут, возьмем и нарушим чем-нибудь. Нарушим его, скажем, тем, что мы разрушим электронные оболочки, которые находятся там, мощным импусом электронов. То есть, смотрите, я не воздействую на ядро совсем. На ядро не воздействует. Я делаю таким образом, что я разрушаю самосогласованное поле, которое как бы не выпускает волновые функции вот этих нуклонов за пределы ядра. Таким образом, чтобы они могли пересесть со сволновой функцией нуклонов в соседнем уровне. К чему это приводит? А к тому приводит, что это может привести к мощному расталкиванию и нагреванию жесткому за счет чего-то. А может произойти к такому образу, что, например, если у тебя верхний нуклон, какой-нибудь протон, вот сюда выползет, через туннельный эффект, да, выпал сюда, Тот соседний, чтобы не выползти, он вынужден, вторая пара, подняться выше на одно энергетическое состояние. И этот вот соседний ядро, она его опустится и будет ему не давать. Потому что тогда, в этом случае, будет нарушаться принцип права. То есть, вот, она не будет его сделать. То есть, вынуждены от туннелирования питаешься там? Да, да, да. Вот он его поднимет таким образом. За счет того, что ты согласованное поле между ними разрушаешь, у тебя волновая функция одного нуклона выползла сюда, и соседнего выползла. Что быть не может, поскольку они не могут между собой пересекаться. И тогда вот эта часть нуклонов поднимется на более высокий энергетический уровень. То есть, ядро перейдет в возбужденное состояние здесь. А с чего оно перейдет? Чтобы его квантовые числа отличались от этого квантового числа. А почему они должны отличаться? Потому что, если они выползнут сюда, то они будут между собой пересекаться. Что запрещено? Нет, так почему они должны пересекаться? Он просто не будет выходить, и все. То есть, одного вышло, а почему со второго должен выйти? Тогда есть еще отсчет. Да, я говорю, что у тебя в нормальной ситуации они не выползают. То есть, ты, грубо говоря, разрушаешь вот это самосогласованное поле, которое ты к ней выпускал. Моя гипотеза в этом и состоит. Ты из него, значит, это что получается? Но в этом, значит, ситуация. У тебя окажется, что это ядро, если ты, например, возьмешь один протон, высоко загонишь, оно у тебя само по себе будет неустойчиво. Само по себе ядро. И оно развалится. А почему он протон, который туннелирует, не может занять место протона, который поднялся на более высокий уровень? И тогда ядро просто перейдет. Слушай, ты не поверишь, ситуация бывает еще хуже. Ситуация бывает еще хуже. Бывает, что у тебя, вот ты сидишь в таком стакане, у тебя будет некая вероятность того, что ты все свои нуклоны, вот они у тебя были здесь, нуклоны, вот они сидят. Ты из среднего ядра все загонишь в более высокое состояние энергетическое. Понимаешь, да? И тогда у тебя будет, по понятным причинам, ввиду вот того самого протяжения между разными частицами, в котором ты говорил. Да? У тебя вот это все сюда, оно окажется здесь. И ты получишь синтез другого химического элемента с очень настройкой массы. И вероятность этого, понимаешь, что вероятность того, чтобы загнать все эти нуклоны в ядре наверх очень невелика. Да, но у тебя в мишени их там, ну не то, что миллиарды, у тебя их очень много. У тебя будут именно среды мощных, ну как это сказать, трансурановых элементов, да? То есть элементов с очень большой массой. То есть это еще энергии нужны большие? А? Энергия у тебя есть. Взрыв? Ну ты ее накачиваешь энергией. Всю систему накачиваешь энергией очень большой. Ну, важно, что за счет чего-то. Но у тебя вполне возможно, что... Почему это не наблюдается в этом коллабер? Там же тоже вроде пытается... А как ты в этом коллабере? Ты в коллабере, что у тебя? Там не разбивают вещества. Да, у тебя в коллабере сидит у тебя, грубо говоря, ну какие-то ускорители. Сидит у тебя мишень, и ты к нему... Он видит, что там никакой мишени нет. Коллабер-то ускоритель. Ну да, это я не про коллабер, он про синхрофазотроны, про что-то еще. Когда у тебя есть мишень, ты ее бомбардируешь там чем-то еще. Ну вот один отдельный электрон прилетает там тебе. Их мало на самом деле. Энергия большая, но их мало. И конкретности их нет. А у тебя здесь, смотри, здесь в чем прикол состоит. Что это у тебя реакция, которая происходит в очень больших объемах, в больших размерах. Чтобы у тебя было много атомов. То есть там один случайный удар, да? Да, да, да. И у тебя очень важно понимать, что у тебя энергетическая функция, она вполне может быть вот такая. То есть у тебя вот здесь сидит ядро. Произошел вот эта моя реакция каким-то образом, и оно сюда тебе перекинулось. И здесь ему сидеть будет выгонить. Тогда у тебя энергия пойдет с положительным излучением этого. Я просто вижу, знаний не хватает как бы, ну... Допустим, когда вот тоже при сечении волновых функций, там неважно, ядер или электронных оболочек. Там же нет волновых функций, строго говоря, каждой отдельной частицы, да? Там же и нет. Она была бы лишь в том случае, если бы взаимодействия между, допустим, тем же самыми электронами не было просто. Там есть как бы некая коллективная волновая функция. Ну, допустим, перекрываются коллективные волновые функции, ну и как бы, и что? Ну, у тебя, хорошо, у тебя коллективная волновая функция двух соседних атомов будет ровно одинаковая. И она у тебя не может находиться в одной точке, то же самое. Тоже не может. Ну, атом в целом может быть и позон. Да неважно, почему. Нет, у тебя про ядра, у тебя его волновая функция, ядра, она будет у тебя фермионная, она будет антицинтличной. Почему? А почему она должна быть бозонной? Ну, если там чётное число фермионов, то так и будет бозонной? Нет. Ты же, ты должен же, по каждому из них у тебя, по каждому из них у тебя должна быть перестановка-то. В том-то фокусе состоит, по каждому из них. Нет, тогда вот нет. Что-то я... Не-не-не, она у тебя будет именно конкретно. Она у тебя не попалить будет, у тебя нет спаливания. У тебя нет спаливания. Но у тебя будет вот такая. Антицинтличная. А, ну да. У тебя бозоны, фермионы, никогда не приходят бозоны, скрещение суперсмертики. И это у них... Почему? Параэлектрон, допустим, в серпронике. Да, она квазибазон, да. Квазибазон, да. Ну, здесь не тот случай. Тоже об этом можно порассуждать, как она происходит. Но мне важно описать эту, как бы, схему, как я ее понимаю. То есть, смотрите, в чем здесь ситуация состоит. Ситуация состоит не в том, чтобы добираться, собственно, до ядра и разворачивать нейтронами и протонами. А ситуация состоит, чтобы самосогласованное поле, находящееся между атомом и металлом, повредить, деформировать таким способом, чтобы волновая функция за счет тунельного эффекта выползла за его пределы. Встретилась бы, словно, с такой же волновой функцией, тогда у тебя возникли такие эффекты. Поэтому ясно, что энергии для этого нужны, как бы, совсем меньше. Действительно, получается, как бы, в 10 минус 5. Является ли это решением задачи, я не знаю. Но хочу обратить ваше внимание на то, что здесь возникает эффект нуклонной плазмы. В смысле, что это нуклонная плазма? То есть у тебя до этого они сидели все такие вырожденные в сердце. Все такие уровни были многократно вырожены, там, миллиарды раз. И когда ты разрушил вокруг них это поле... Почему вырожденные? Ну, вырожденные. Но вырождение есть, да. А почему? Ну, потому что у тебя, когда не разрушена она... У тебя в двух соседних атомах, протоны и нейтроны, сидят с одинаковыми квантовыми числами. И такие, грубо говоря, протонов и нейтронов во всем куске меди... А, их миллиард. Их миллиард. И каждый такой уровень получается миллиард ласков вырожен. И получается, что когда ты это делаешь, то у тебя всегда вырождение с ним просто. Это не нужно настолько эта штука. Ты снимаешь им это вырождение за счет очень небольшой энергии. Относительно ядерного. И у тебя происходит вот такой выброс. И тут у тебя начинает целый каскад реакций. Что-то где-то нейтрон или протон загоняется высоко, у тебя все, что остается снизу, начинает разваливаться. Где-то вообще все загоняется вверх, и нижний кусок пристраивается к верхнему. И у тебя возникают такие-такие элементы. Вот. Но в этом как бы суть этой задачки. Можно сказать, что я ее решил. Но, наверное, все-таки нет. Потому что решение задачки по физике – это получение правильного числа. Одни слова, одна физика, а чисел-то нет совсем. Вот мы же и занимаемся в центре философии. Что-то мы здесь занимались формулами, что ли? Никто бы это не смотрел. Ну, я так не буду смотреть. Нет, ну просто… Тут и на самом деле действительно семинар получился. Ну, просто понятно, что… Может, по градусу схемы строить разные комбинации. Вопросов-то нет. Ну, блин… Нет, у меня какой-то был вопрос. Ну, давайте задать его голос. А, я хотел спросить, сколько веществ в трансплутации получается? Вот это относительно до массы, по отношению к массе мишени. Знаешь… То есть это очень микроскопический эффект получается, да? Нет, они макроскопические, потому что там, где вот взрыв разворачивается, например, была медиа 99,9 в периоде, а там калия, цинка и все это прочее, оно в процентах возникает. И там, например, медиа может остаться 80% и все остальное перейти в что-то другое. А трансураном, как это и должно быть, они должны быть… Их только следы можно с метром спектрографии зафиксировать. Ну, очень важно видеть, что в такой реакции не нужно вводить никакого взаимодействия окажется, да? Нет окажется, никакого взаимодействия, никаких там магнетронов, возбужденных в состоянии нейтрино, о которых говорит Жан-Маша. Ничего такого вводить не надо, и как бы у тебя система, она получается, работает вот так. В рамках традиционной теории. Абсолютно в рамках традиционной теории. Причем в квантовой механике. Да, в квантовой механике. Самое, что она есть. То есть, поиспользуются два принципа. Принцип обменного расталкивания фермионов, да? То есть, обменного взаимодействия, которое является нефизическим. Поэтому оно такое мощное, зверское. Но оно же не физическое, оно просто такое асимметрийное. И второе – это принцип туннелирования. У тебя волновая функция имеет свойство выползать за пределы любого барьера. Просто это обычно в природе не возникается, потому что возникает запрет в голову. В твоем смысле, что у тебя возникает некое самосогласованное поле, которое у тебя на самом деле тоже такого синергетического характера, которое не выпускает наклонные волновые функции за пределы ядра. Но стоит его пошевелить, то она и выползет. А раз она выползет, то с собой потянет весь букет проблем и болей. Вполне возможно. То есть теория поля не нужна? Не нужна, а зачем здесь поля? Зачем здесь теория поля быть в одном месте? Здесь информационическая вещь, что ты… До сих пор же эта ситуация, как там электроны, точнее, наклоны располагаются в ядре, она не изучена, насколько я понимаю. Не знаю уже, по каким квантным числам, что стоит. Там же, потому что взаимодействие сильно не считается. Но важно… Даже взаимодействия здесь нет. У тебя просто чистая квантная механика… Квантная механика… Даже если бы это не ядро было бы, а просто было бы, условно говоря, там, некие частицы, которые расположены согласованно, вот они бы так велись. Да, да, да. Ну, других нет. Только у нас… У нас частиц всего три. Прогода нету вроде как бы. Нитрон, протон, да и электрон. А все остальное такого кожелет, что можно не учитывать. Даже нитрон выпустил за пределы ядра, он тут возьмет и распадется. Ну, нету же. Врядь в жизни очень большая, 16 минут. А потоны? Очень часто. Фотоны? Чьи? А? Фотоны же существуют. Ну, фотоны как бы это… Ну, не частицы, можно говорить. Это как бы… Энергия. Ну, и частицы. Ну, и частицы. Вы вполне себе частицы. Ну, кстати, к другим-то частицам тоже так… Нельзя скриптически относиться, потому что, допустим, те же самые мемизоны, да? Как мемизоны – тяжелый аналог электронов. Ну, да. Есть же эксперименты по образованию как бы амизоатом. Хотя они живут там очень мало, но тем не менее. Это все есть. Это все есть. Это все есть. Чего только нет. На днях объяснили вроде бы как-то. Нашли еду гелия, я слышал. С двумя из двух потомов. Без кризидон. Взяли такую штуку. Запридумывали. Ну, вот. Ну, вот такая вот вещь. То есть, она строится как бы на простых физических представлениях, не очень простых. Такие, как тренирование и такие, как обменное взаимодействие. Я и с его помощью можно попытаться что-то объяснить. То есть, ты вспомнишь эксперименты к Козырю, когда мы пытались с помощью теории паральности тоже объяснить. Там тоже было такое фермиологическое простое объяснение, да? Да, да. Там хоть какая-то математика была нужна. Здесь совсем никакой. Только мы же и занимаемся физикой. Вот эта физика состоит в таких вещах. У меня три времена. Из-за этого никто не даст. Мы даже денег много. Это забедренные суставы никто не подкинет. А, вот почему он так замутился. Конечно. Конечно. Ну, может даст. Подожди, посмотрите ролик. Включай. Пока. Привет. ЯILLI Поехали. Продолжение следует...